красота ребят ну конечно красота мое впечатление чем-то мне напоминает петергоф отправляемся по венским дворцам элегантным полным историей отражающим имперское прошлое города и богатое культурное наследие помимо того что у меня отличное настроение помимо того что светит солнце потому что вчера было пасмурно это то что народу практически никого вчера все бухали вечером допоздна и сегодня спокойно тихо 10 утра людей мало рынок у меня сейчас весь закрыт короче все отдыхают у нас с вами продолжается путешествие и мы идем смотреть очередной замок хотя как идем едем сейчас нам на метро дворец бельведер правильнее будет его назвать комплексом зданий два дворца в стиле барокко верхний бельведер и нижний бельведер между дворцами сады верхний бельведер с его парадной лестнице и мраморным залом в основном использовался в представительских целях нижний бельведер служил жилыми покоями владельца что такое бельведер дословно красивый вид собственно вышел себе на балкон и перед тобой красивый вид красивый вид из красивого вида не заморачивались тогда с названиями комплекс строился на возвышенности как загородная летняя резиденция да сейчас себе сложно представить но по факту это была дача внегородских стен строился комплекс для принца евгения совойского успешного военачальника служившего габсбургской монархии строительство проходило в начале 18 века нижний бельведер был завершён около 1716 года а верхний бельведер около 1723 а евгений завойском я расскажу чуть позже у него уникальная судьба пока давайте о комплексе бельведер является одним из самых важных архитектурных памятников в стиле барокко в австрии в то время представлял собой вершину архитектурных и художественных достижений с самого начала в бельведере размещалась коллекция произведений искусства принца евгения включавшая как древние так и современные произведения традиция продолжается и сегодня в верхнем бельведере находится австрийская галерея где представлена австрийское искусство от средневековья до наших дней дворцы были не только жилыми и развлекательными помещениями но и место проведения политической и дипломатической деятельности принц часто развлекал там важных гостей и высокопоставленных лиц используя эту обстановку для укрепления политических союзов и социальных связей нижний бельведер и его сады изначально были построены как место отдыха и релаксации принца евгения с роскошными интерьерами и обширными садами архитектура барокко часто включает в себя религиозные и мифологические темы и бельведер не является исключением если вы погуляете по комплексу то можете заметить как здесь изображены божественные темы подводя итог можно сказать что бельведер был построен для нескольких целей как демонстрация силы и достижений как дом искусства и культуры как место для политической деятельности и как личное убежище бельведер это символ власти и престижа принца евгения совойского отражающий его статус победоносного военного лидера и государственного деятеля но кто же он такой был евгений совойский забавно но он даже не был австрийцем принц евгений совойский прожил 72 года что для того времени немало учитывая его военную деятельность он был одним из самых успешных военачальников в современной европейской истории и выдающимся государственным деятелем при этом родился он в париже конечно в знатной семье связанной с совойским домом имел королевское происхождение суть в том что продвигаться по карьерной лестнице с клеймом еретика во франции было невозможно евгений решил покинуть родину в поисках возможностей в другом месте в 1683 году евгений прибыл в габсбургскую монархию где его пристроил влиятельный родственник из совойского дома позднее в том же году он получит известность во время османской осады вены доказав свои навыки полководца его военная карьера пошла вверх и он стал доверенным советником нескольких австрийских императоров включая леопольда первого иосифа первого и карла 6 война за испанское наследство с 1701 по 1714 годы очередной успех евгения эти победы укрепили его репутацию и способствовали еще большему росту власти габсбургов награду за свои заслуги евгений получил обширные земли титулы и доходы от императоров габсбургов его положение близкого советника императора и ключевой фигуры в австрийской администрации давала ему доступ к различным средствам накопления богатства совойский был заядлым коллекционером произведений искусства и книг но вот прямых наследников у него не было после его смерти имущество и коллекции произведений перешли собственность государства его наследие продолжает жить и сегодня его помнят как одного из величайших военачальников государственных деятелей австрии несмотря на его французское происхождение 3.40 короче стоит один билет председатель на одну поездку по франкульту КОНЕЦ дворец шонбрун первоначально в 17 веке он был построен как охотничий домик под руководством императора леопольда 1 позже 18 веке императрица мария терезия правительница габсбургов превратила его в императорскую резиденцию вся архитектура этого дворца отражает величие и роскошь образа жизни монархии габсбургов если вы все еще думаете стоит ли он вашего внимания гайз это один из самых известных и знаковых дворцов европы так лет карта отлично я сейчас посередине две фонтан здесь вот и главный дворец я иду сюда вот это все дело размеры отсюда до сюда километр отсюда до сюда километр 200 короче 5-7 минут это расстояние вот это 5-7 минут мои первые впечатления ну во первых вам нужно покупать билеты билеты нужно покупать здесь короче для каждой части есть свой билет плюс немножко запутано то есть изначально когда приходишь у тебя там пять видов этих билетов ты не понимаешь чё к чему да то есть нужно как бы подготовиться почитать про это я вошел тут парк роз красота конечно просто не писаная как и бельведер шон брун это всего лишь дача то есть летняя резиденция за пределами шумной вены венская область так сказать императорской семье также требовалось спокойное и живописное место где можно было бы избежать жары и шума в летние месяцы ну как это часто бывает у императоров построить тихое скромное убежище им не удалось из охотничьего домика габсбурге решили сделать символ богатства власти и влияния величие дворца должно было произвести впечатление на иностранных высокопоставленных лиц приезжих членов королевской семьи и других глав государств когда подниметесь наверх вас ждет маленький сюрприз во первых здесь можно набрать водичку по крайней мере вот летом тут кран все набирают воду и второе тут ресторан можно посидеть зайти внутрь посидеть с видом на дворец шон бруна это здесь на территории есть зоопарк здесь притаился чуть за зоопарком еще один ресторан такой австрийских шале здесь проходили дипломатические встречи и переговоры а в 1805 году наполеон использовал дворец шон брун в качестве своей штаб-квартиры во время переговоров по шон брунскому договору который ознаменовал пик его власти но чего мы ждали от дворца такого масштаба но был один человек который относился к шон бруну по-особому императрица мария терезия одна из самых известных правителей габсбурга сыграла значительную роль в формировании дизайна и использования дворца у нее была особая связь с шон бруном поскольку она родилась там в 1717 году дворец использовался для семейных собраний и торжеств что делала его важным местом для частной жизни габсбурга мария терезия вырастила здесь 16 детей что еще больше укрепила его значение как семейной резиденции для такого количества детей и родственников нужно было соответствующее количество комнат их здесь насчитывается 1441 здесь есть еще лабиринт можете зайти из два варианта выбраться можете зайти попробовать челлендж себе устроить получится ли у вас выбраться или нет да я для начала не понял вообще какой мне билет нужен разные варианты я себе взял сначала короче базовый билет вот он что посмотрел что базовый билет он включает себя главный дворец но главный дворец не все комнаты а центральную часть я уже посмотрел там куча этих комнат вот ну блин для меня это тумач так это все там красиво это все круто но позолотые гобелены картины как в музее то есть нужно быть скажем так подготовленным человеком чтобы все это себя принять считается что все эти комнаты одновременно не были заняты никогда как бы то ни было это один из самых больших дворцов в европе габсбурге восхищались архитектурным стилем барокко из-за этого когда гуляешь по дворцовому комплексу чувствуется особая эстетика сады и архитектура шон бруно было тщательно спланировано для создания гармоничной связи между природой и человеческими достижениями отражая идеалы порядка и красоты эпохи просвещения с террасами фонтанами скульптурами и цветочными клумбами обязательно поднимитесь на холм за дворцом чего бы вам это не стоило там вы увидите глориетту сооружение в виде триумфальные арки с центральной смотровой площадкой думаю мне не нужно вам объяснять какой перед вами откроется вид дворец шон брун также является родиной старейшего зоопарка в мире тиргартен шон брун основан в 1752 как императорский зверинец здесь можно посмотреть на пан слонов жирафов рептилий птиц и морских обитателей в 1750-х годах в европейских парках появились оранжереи и одна из первых была возведена в шон бруне комплекс состоял из одноэтажных корпусов расположенных восточнее дворца и сады кронпринца рудольфа основной задачей оранжереи было обеспечение зимнего содержания для теплолюбивых растений которые летом выставлялись под открытым небом более ста лет спустя в западной части парка появится знаменитый пальмовый дом со своим заметным издалека металлическим каркасом со стеклением для того времени он представлял собой архитектурное новшество в садовом дизайне еще один момент заставляют сдать рюкзак плюс запрещено снимать запрещено снимать вообще на телефон на камеру естественно на любую маленькую камеру но я все равно заныкал маленькую камеру вот фотографировать запрещено запрещают то есть вообще запрещена съемка я там как шпион немножко чуть-чуть подснял эти зайчики вот но как бы там за этим всем следят очень активно маленький момент но не совсем приятный да скажите зашли ну чё бы не сделать фотографии но нельзя на камеру профессионально ну ладно дайте хоть на щелкнуть на телефон нет нельзя на телефон понимаете красота ребят ну конечно красота мое впечатление чем-то мне напоминает петергоф я не буду сравнивать что лучше что хуже что больше что меньше они каждый из них уникален каждый из них нужно смотреть естественно шон брун это один из главных дворцов всей австрии до резиденция гаусбургов обязательно к посещению просто обязательно к посещению ребята по статистике мои видеоролики 90 процентов зрителей смотрит без подписки если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал так вы чаще будете видеть подобный контент и обязательно пишите в комментариях на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи на которых снимаем выпуске ставим лайк подписываемся пишем тему я вам также обещаю что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки которые мы будем дарить вам следующих выпусках